Истасковались по снегу, время отправиться в путешествие. Найти настоящую зиму можно в ближайших от нас горах, Карпатах. Румынии в географическом расположении повезло, в стране есть и море, и горы. Больше половины Карпат здесь. Наша съемочная уже покоряла Трансфагараж, самый красивый горный серпантин в Европе. Ну и соображение безопасности трассу на холодное время года закрывают, поэтому едем смотреть Бекасское ущелье. Вообще здесь в лесу, конечно, потрясающе. Как минимум сюда стоит приехать ради вот этого шепота деревьев. Потому что ветра даже какого-то сильного нету, но все равно кроны сосен, вот эти высоченные, издают такой легкий шелест. И ты когда здесь прогуливаешься, ну вот такая умиротворяющая обстановка создается. Сейчас ущелье это национальный парк. Местные власти улучшают инфраструктуру и места отдыха для туристов. К примеру, сейчас мы идем по одной из туристических трасс. Здесь таких 18. Это не горнолыжный курорт, поэтому цвет говорит не о сложности, а о продолжительности и важности. К примеру, наша красная. Это значит, такой маршрут будет длинным и очень живописным. Это желтая трасса. Она короче, но интереснее. Тут есть подвесные мосты над горной рекой. Если до этого мы шли по красной, там просто лес. Если где-то с небольшой опорой, с какими-то трекинговыми палками или там просто с клюкой, ты идешь, отталкиваешься, в целом все достаточно стабильно. То здесь на ровном месте можно поскользнуться, но все-таки потрясающе красиво. Да, какая-то вот холодная зимняя природа. Несмотря на риск, все-таки мы рады, что здесь оказались. Ну и правила передвижения по мосту. Нужно по одному это делать. Туристы предпочитают приезжать сюда в теплое время года, когда много зелени и проще гулять по горным тропкам. Зимой все-таки нужна специальная обувь и одежда. Но мы-то намеренно приехали в зиму. Вот, кстати, следующий мостик. Обычно, знаете, когда в фильмах главный герой оказывается в какой-то такой ситуации, его, чтобы успокоить, говорят, главное не смотри вниз. Но ведь внизу самое интересное. Если не смотреть вниз, то не увидишь вот эту горную речку, которая сейчас вот частично замерзла, но тем не менее, производит впечатление. Там узкий каньон, на высоте гигантские скалы мои мощнейшие. Но сам мостик, он реально внушает доверие. Потому что он достаточно узкий. Ты проходишь и даже, ну вот я со своей комплекцией, я касаюсь обеих сторон. И это придает какую-то дополнительную уверенность. Ну, как будто тебя кто-то поддерживает, тебя кто-то подстраховывает. Скорее всего, так делать нельзя, но раз уж я здесь, оп, нормально. Через ущелье раньше проходила единственная трасса из румынской Молдовы в Трансильванию. Поэтому путники с давних времен восторгались красотой и величием местных скал. Кстати, предприимчивые румыны в местах, где чаще всего фотографируются туристы, организовали мини-базарчики. Там сувениры, магниты и произведения народных умельцев. Кое-где можно и поесть. Вот такая жилетка дамская, 200 румынских лей. Вот эта посерьезнее, которая такая, ну, похожа на дубленочку. 300, это 60 долларов примерно. Ну, уже написано, что натуральная шерсть. Нет подозрения, что она тоже женская, потому что как будто бы на меня маловато. Но солидол... Фух, красиво. Но скалы не единственная местная достопримечательность. Ла-Курошу или Красное озеро – еще одно интересное место. Появилось из-за серьезного землетрясения. Камни перекрыли местную реку Бекас и получилась естественная плотина. Глубина озера доходит до 11 метров. Это четырехэтажный дом. Для туристов есть такие интересные моменты. Это вот библиотека под открытым небом. Так, чтобы вообще ничего не мешало читать книги. Интересно, есть что-то интересное? Так, наверняка много интересного, но ты вряд ли что-то поймешь. Зимой сложно оценить всю красоту этого места, но в летнее время можно прокатиться вокруг озера на велосипеде или лошади. Вариантов интересно провести здесь время с каждым годом все больше. Плюс количество ресторанчиков зашкаливает. Но и найти место, где остановиться, тоже не проблема. Вот это наш отель, в котором мы остановились. Есть гостиницы, которые повыше находятся. Там вообще практически замок какой-то на вершине. Ну и там еще домишки. От террасполя до этих мест примерно 400 километров. Если не хватает снега, можете взять маршрут на вооружение. Редактор субтитров А.Семкин